Нельзя привыкать к комфорту. Вы должны быть счастливы и неудовлетворены. Большинство из вас сидят и ждут, когда будут готовы. Но вы можете двигаться вперед, даже когда вы не готовы. Я могу находиться в комнате без каких-либо мотиваторов, без источников вдохновения и все равно найти источник силы. Хочешь быть счастлив, занимайся жизнью, а не только бизнесом. С вами Иван Кармайкл, и этот канал был создан, чтобы помочь вам преодолеть препятствие номер один в вашей жизни – недостаток веры в себя. Вы смотрите эти видео, потому что знаете, есть нечто большее внутри вас – талант уровня Майкла Джордана. Давайте же начнем проживать нашу лучшую жизнь и учиться начинать день правильно. Приятного просмотра! И правило номер один от Терри Круза – выбирайся из зоны комфорта. Зона комфорта опасна. Если вы пребываете в комфорте, вы в самой большой опасности. Нельзя привыкать к комфорту. Вы должны быть счастливы. И неудовлетворены. Если вам говорят «довольствуйся тем, что есть», не верьте им. Бегите от них как можно дальше. Вы никогда не должны быть удовлетворены тем, что есть. Потому что в попытке получить нечто лучшее, вы сами становитесь лучше. Всегда. Не позволяйте другим говорить «эй, чувак, да расслабься ты». Нет. Вы должны сделать в два раза больше. В три раза больше. Правило номер два от Мел Роббинс – действуй. Большинство из вас сидят и ждут, когда будут готовы. Но вы можете двигаться вперед даже, когда вы не готовы. Большинство думают, что они заслужили шестизначные зарплаты. Но все дело в действиях. Ваш ум, ваш опыт, ваше прошлое – вы всегда найдете миллион отговорок, чтобы не делать, не чувствовать, не верить в себя. Все это чушь собачья. Единственное, что имеет значение в вашей жизни и в вашем бизнесе – это действия, которые вы предпринимаете. И чем настойчивее вы будете действовать, тем быстрее поверите в себя. Потому что вы увидите подтверждение того, что вы не тот человек, который сидит и ждет у моря погоды. Вы не жертва, которая только и делает, что пляшет под дудку других людей. Вы не такой человек. Какой смысл продолжать верить в свои же байки? Но все начинается с действий. Я верю в каждого из вас. Верю в вашу способность добиться желаемого, но все в ваших руках. Кто источник проблемы? Я. Да, а кто решение? Я. Вот именно. Не ждите идеального момента. Это самая большая ошибка, которую вы можете совершить. Помните, что вы умны. Помните, что вы знаете, что делать. И делайте это. Правило номер три с Джока Вулинг. Цени каждую секунду. Рим не был построен за один день. Все мы это знаем. Все мы это слышали. Но Рим и не был разрушен за одну ночь. Сотни лет заняло то, чтобы Рим достиг своего пика. Но сотни лет и заняло то, чтобы Рим разрушился и пал. И это символизирует и жизнь как таковую. Невозможно достичь масштабных целей быстро и легко. На это нужно время. Нужна борьба. Нужны неустанные усилия изо дня в день. Вот что нужно. Но, как правило, и сломать быстро все не получится. По крайней мере, поначалу. Это медленный процесс. Немножко подскользнулся здесь. Немножко оступился там. Немножко ослабил дисциплину, волю. Вот в чем дело. Успех и падение – это, как правило, медленные процессы. Медленное построение успеха и, как обратная сторона, постепенное низвержение в пропасть. Именно поэтому я говорю, вы должны быть очень внимательны. Вы должны быть внимательны к каждой секунде. Потому что эти секунды обратятся в минуты. Минуты обратятся в часы. Часы обратятся в дни, а дни обратятся в года. Поэтому каждая, каждая секунда имеет значение. И эта секунда. И эта. И в эти драгоценные секунды вы либо создаете, либо разрушаете, либо набираете обороты, либо снижаете их в эту самую секунду. И в каждую секунду. Каждая секунда имеет значение. Посему цени каждую секунду. Правило номер 4 от Дэвида Гоггинса найти свою внутреннюю силу. Давным-давно я понял одну очень важную вещь. Часто бывает так, что сил нет и черпать их просто неоткуда. Я научился впитывать силу буквально из воздуха, из каждой молекулы. Я могу находиться в закрытой комнате без каких-либо мотиваторов, без источников вдохновения и все равно найти источник внутренней силы. Если в вашей жизни все летит кувырком, вы безмерно устали, ослабли, вы смотрите по сторонам и не видите ничего хорошего, никакого просвета, а окружающие выглядят еще хуже вас, я научу вас, как с этим бороться. Я сейчас хочу сделать одно заявление. Да, пришло время сделать заявление. Так вот, отличие меня от вас в том, что ваша жизнь кончается там, где моя начинается. То есть я умею черпать силу даже в слабостях, в грустных лицах вокруг себя. Я хорошо помню, что еще в детстве, когда я рос в неблагополучном районе, и у меня были проблемы в семье, я научился из минуса делать плюс и использовать негатив как источник внутренней силы. Когда я тренируюсь, я могу падать от усталости в изнеможении, но продолжаю двигаться вперед. И в усталости я черпаю силу. Когда люди смотрят на меня и поражаются, как ему это удается? Это еще больше меня мотивирует, и я начинаю бежать еще быстрее. Я могу даже увеличить нагрузку и бежать очень долго. Энергия везде. Проблема в том, чтобы научиться слышать свой внутренний голос, который побуждает вас не сдаваться. Ведь другие голоса, боли, нетерпения, усталости, жалости к себе, начинают вопить так громко, что совершенно заглушают голос внутренней силы. На этом этапе очень многие люди сдаются, потому что слышат только вопли этих голосов. Нужно чуть-чуть подождать. Продолжать двигаться вперед и подождать. И прислушаться к внутреннему голосу, который поможет вам не сдаться, не опустить руки и идти к своей цели. Правило номер пять от Гарри Вайнерчука. Люби игру. Не думаю, что есть что-то неправильное в стремлении к богатству. Я просто думаю, что это самый верный способ никогда его не получить. Я действительно так считаю. Правда. Когда я вижу людей, движимых деньгами, я вижу много разочарований и падений. Повсеместно. Если мы попробуем проанализировать счастливых людей, отвечаю, это будут люди, занимающиеся тем, что любят. Я даже не могу толком передать вам, и понимаю, насколько цинично для вас прозвучит это высказывание, но просто невероятно, насколько я не люблю деньги. Я люблю саму игру. Я люблю мою игру. Я люблю игру сотворения чего-то. Я просыпаюсь в шесть утра, иду на гаражную распродажу, потому что ничто не может сравниться с ощущением того, как ты идешь на гаражную распродажу во двор, полный старого хлама, и находишь за доллар вещь, которую можешь продать на eBay за 17 баксов. Это приносит мне неизмеримо больше счастья, чем закрытые сделки на 6 миллионов. Даже сравнения никакого нет. И это то, чего я желаю каждому. Потому что только через подобное можно прийти к достатку. И правило номер шесть, заключительное перед бонусом, от Гранта Кардона. Никогда не сдавайся. Я потерял отца, когда мне было 10, потерял брата, когда мне было 20, променял карьеру. Возможно, сейчас бы я был бейсболистом. На наркоту. Потерял пять или шесть работ. Я был лузер. Полный неудачник. Но внутри меня был крошечный огонек, который твердил мне, что я особенный. Какой-то неведомый голос, который говорил, ты особенный. В тебе есть что-то. Но это сложно было разглядеть за всей моей грязью. И моими проблемами. Наркотики и плохие друзья, неправильные выборы. В итоге моя мать сказала, все, с меня хватит, больше домой не возвращайся, я умываю руки. Я сделала все, что могла. И в следующие 24 часа я оказываюсь в реабилитационном центре. Я прихожу в этот центр и остаюсь там на 30 дней. На все 30 дней впервые за последние 8-9 лет жизни. И я не принимаю наркотики. Вау, я могу не принимать наркотики. Наконец-то, вещь, о которой я говорил себе по 10 раз на дню, смогла осуществиться. И я бросил. Навсегда. Я покидаю реабилитационный центр, когда моя страховка кончается. Да, именно так это работает. Когда деньги кончаются, тебя выпроваживают за порог. Я в ужасе. Я боюсь возвращаться в социум. У меня нет друзей, нет принимающих наркотики. Моя девушка принимала наркотики, все в моем окружении сидели на наркоте. Я собираюсь вернуться на работу, но даже на работе есть те, кто принимают. И я говорю себе, я возвращаюсь в социум. Я должен отрезать себя от старых друзей, которые таковыми не были. По сути, отрезать от врагов. И должен начать заново. И перед тем, как мне уйти, один воспитатель сказал мне, «Эй, парень, бьюсь об заклад, что увижу тебя снова. Если ты не умрешь, то окажешься здесь». Я ему, «О чем ты? Я не собираюсь возвращаться, а он, ну да, как же, вернешься». И прочитал мне лекцию. Ее суть. У тебя ни за что не получится. Когда ты приходишь в реабилитационный центр, ты рассказываешь им все о своей жизни, раскрываешь все свои секреты, амбиции, свои желания. И я рассказал обо всем, в чем накосячил в своей жизни. Но также я поделился тем, чем бы хотел заниматься, что меня вдохновляет. Сказал, что хочу писать книги, выступать перед аудиторией, помогать людям, рассказывать людям свои истории наркозависимости и как наркота разрушает жизнь. «Я обязательно стану кем-то», говорил я им. А они мне, «Нет, нет, парень, ты наркоман». И то, кем ты всегда будешь. Так говорил мне воспитатель. Кем ты всегда будешь, это наркоманом. Ты должен выкинуть из своей головы идеи написания книг, выступления, богатстве. Я всегда мечтал о богатстве. Финансовой свободе. Я хотел быть отцом. Хотел быть парнем, способным позаботиться о своей семье. Ты должен выкинуть это все из головы и сосредоточиться только на одном. Больше не употреблять наркоту. Если день прошел, и ты не употреблял, для тебя это уже хороший день. Далее вас ждет бонусное видео о том и белью. Думаю, оно вам понравится. Но перед этим наши три ключевых вопроса. Пора переходить от просмотра видео к действиям. Поехали. Вопрос номер один. Отчего вы никогда не отступитесь? Номер два. В чем ваша внутренняя сила, о которой вам нужно чаще себе напоминать? И номер три. Как вы сможете сделать значимый каждую секунду вашей жизни уже сегодня? И если вы досмотрели до этого момента, то оставляйте хэштег ВЕРЬ в комментариях. Величие – самая требовательная любовница, с которой вы когда-либо столкнетесь. И я вполне понимаю, что совет, который я дам, не для каждого. Большинству людей лучше сразу выключить это видео. Но если вы все еще со мной, если собираетесь послушать, что я хочу сказать, потому что хотите чего-то невероятного от своей жизни, хотите выделяться из толпы, хотите больше того, что другие считают возможным, хотите буквально выйти за пределы нормы, если для вас это не пустой звук, то осознайте, что говорил Эйнштейн. Только тот, кто отдал своему делу все силы и душу, может стать настоящим мастером. По этой причине мастерство поглощает всего человека. Если вы хотите стать великим, если хотите обрести необходимые навыки, чтобы быть способным добиться своего, если в конце концов вы хотите трансформировать мир, произвести глобальные перемены, если хотите творить все это, а не просто говорить пустые слова, которые произносят люди постоянно, позвольте мне сказать вам, единственная вещь, которая сможет отделить вас от всех болтунов, которые постоянно твердят, что не делают ничего, это разрешение своей страсти захватить себя полностью, позволить этому наваждению, этой вещи, которую вы любите, полностью поглотить вас. И только в этом заключается ваш шанс прожить великую жизнь. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что вдохновляет меня в других, и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!